Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня у нас 9 октября. А посмотрите, что у нас. Солнце, ветер сильный и тепло. Да, ну, вы знаете, утром было очень холодно, правда, очень холодно. Вот, ну ладно, это я так, коротенько вам о погоде. Друзья, я думала, думала, ну что дальше мне делать? Не знаю, с чего начинать. Солить винограду, но листья на винограде еще не осыпались. Поэтому буду ждать, когда падут листья. А я вот, наверное, начну с крыжовника. Обрезку, друзья мои, для тех, кто любит делать негативные отзывы, я никого не учу. Я просто показываю, как я это сама делаю. Для себя, не для кого-то, а именно для себя. Поэтому, если вам не нравятся мои видео, там, или вам хочется поиздеваться над кем-то, я вам сразу говорю, можете поставить дизлайк, это ваше право. А вот ваши отзывы плохие я обязательно удалю. Так что, друзья мои, вот так. Итак, мои дорогие, с чего же я начну? Ну, начну я вот с первого куста. Хочу сказать, что я не гонюсь за большим урожаем. На рынке ягоду я не продаю. Поэтому мне нужно, чтобы мои кустарники давали мне полноценный урожай, не сильно большой, чтобы мне просто хватало для того, чтобы закрыть себе варенье там, или компотик сварить, и все остальное. Поэтому я буду обрезать так, чтобы кустарник мой был легко доступен для сбора урожая, чтобы урожай на нем был полноценный. Это как сказать? Это чтобы не было сильно много ягоды, ну и не было мало. Поэтому давайте вот начнем вот с этого куста. Значит, у меня этот сорт русский ранний. Как видите, веток в нем выросло в этом году много. И молодые ветки. Значит, первым делом, что я убираю, друзья мои? Первым делом я убираю те ветки, которые возле земли лежат. Они мне не нужны. Почему? Потому что, во-первых, они будут мне неудобно. Собирать урожай. Паляться на земле будут грязные ягоды обязательно. Вот все вот эти веточки приросты, которые лежат к земле, все, друзья мои, я просто удаляю. Так, что дальше? Так, друзья, буду надеяться, что вам будет пока видно все. Ну, а если не будет видно, значит, не повезло вам. Увидеть все, что я делаю. Друзья мои, ну вот, вам виден середина куста. Я думаю, прекрасно виден. Так, значит, что я оставляю? Вот я оставляю вот эту веточку, которая крепенькая такая, молоденькая. Вот, а вот маленькую здесь, тоненькую, я вырежу, она не нужна, она будет мешать. То же самое вырежу вот эту, вот эту, которая валяется прямо на полу, на земле. Так, значит, а также надо будет удалить одну из старых ветвей, которая мешает расти в середине куста, которая смотрит в середину. Я думаю, это вот эта вот, самая толстая. Так, есть такие дела. Во, проредили. Так, что у нас тут еще? Вот она, молодая тоже, внизу, которая мешается на полу нам. Почему на земле, которая к земле близко? Ну, во-первых, поливаться будет. Ягода, если будет расти, она будет обязательно грязная. Гнить начнет. Ну, зачем мне это надо? Я думаю, мне это не надо. Так, дальше штурм остыть. Посмотрим. Вот две рядышком, я думаю, ее... Вот эту уберем. Ветку. Чтоб она не затеняла другую. Так. Вот эта в сторону куста лежит, она нам не нужна. Так, вот здесь вот тоже поубираем. И тоненькую вот эту мы уберем. Вот так. Не нужно нам это. Так. Вот это вот тоже. Так, прекрасно. Итак, что у нас осталось? Куст у нас не сильно старый, поэтому здесь слишком... А, вот еще одна ветка, которая лежит за куст. Нам это не нужно. Не нужно. Вот мы ее тоже обрежем. Вот так, друзья. Итак, что у нас получилось? У нас осталось... Осталось, значит, раз, два. Вот это вот, конечно. Но она не мешает никому и середину не загущает. Вот одна молодая осталась. Это этого года. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Осталось прошлого года веток. Вот. Все они хорошие. Ничего плохого здесь нет. Молодые приросты у них хорошие. Поэтому я считаю, вполне достаточно. Все мы обрезали. Ну вот эта вот еще маленькая, молоденькая. Не нужно, а то будет тянуть она все. Вот. Все. Вот таким образом у нас получился кустик, как видите, хороший. Итак, друзья. Я вот вам покажу, что же... Вот что я вырезала, да. Вот эти вот ветки я вырезала. Сейчас уберем. Не мешали. И я покажу, что же у меня осталось. Здесь вот таким образом. Вот, посмотрите. Ну, остался просто замечательный кустик. Хорошие веточки. Видите? На всех ветках хорошие приросты. То есть они все крепкие. Почему я удалила одну из них? Ну, та слишком она всередку росла и загущала куст. Нам этого не нужно. Нам надо, чтобы все солнышком и ветром проветривалось. Видите, хотя у меня и не болеют. Не болеют, потому что он устойчивый к мучнистой России. Рядом, друзья мои, вот молоденький кустик. Я его, конечно, не собиралась здесь оставлять. Но так уж получилось, что он тут растет. И пересаживать смысла нет, потому что некуда. Я единственное, что сделаю, я его сильно обрежу. И постараюсь обрезать так, чтобы все-таки куст смотрел как бы на одну сторону. Вот сюда, в сторону от вот этого куста. Потому что, ну, слишком близко он находится. И так со временем я его как бы в середочку смещу. И так будет у меня тут три куста. У меня раньше раньше было три куста. Ну, вот сейчас придется его сместить. Почему? Потому что пересаживать это, само собой, нарушать корневую систему. А я этого не хочу. Поэтому я просто-напросто, друзья мои, вот эту часть буду удалять. Все время вот эту, которая к кусту близко лежит. Просто удалять, чтобы она не мешалась другому кусту. Вот. А часть, которая лежит дальше от этого куста, буду оставлять. Для чего? Для того, чтобы постепенно нам все-таки сместить куст ближе к середине между кустов. Ну, и, естественно, уберу загущающие ветки, которые здесь есть. Оставлю минимальное количество. В этом году здесь была очень хорошая ягода. Поэтому, я думаю, стоит оставить его, этот кустик. Ну, совсем немножко, конечно, оставить, чтобы он все-таки не мешал другому кусту. Ну, вот таким образом, друзья. Вот так, видите. Вот так я решила сделать. Видите? Вот таким образом. Думаю, это будет замечательно. Вот. И в то же время не будет этому кусту мешать, как бы. Да? Вот. Тут вот у меня еще выросло. Ну, это, вы знаете, выросло, так я так понимаю, из семян. Мне его придется оттуда убрать, потому что... Вот. Чтобы он не мешался. Ну, вот таким образом. Вот осталось, видите, что. Так постепенно, постепенно будет удаляться эта часть куста. Прям хорошо обрежу, чтобы от него ничего не росло. Вот так вот. Почему, друзья, у крыжовника нужно ближе к земле? Потому что из почек вырастают потом побеги. Молодые. Но мне этого пока не нужно, чтобы он сюда рос. А вот сюда, в эту сторону, пускай растет. Вот, видите, уже два кустика я как бы обрезала. Вот. Замечательно. Что же у нас еще? Вот у меня, друзья, кустарников, крыжовников, видите, много. Вот сейчас я вам покажу вот этот куст, где очень загущен. Вы знаете, это у меня грушенька. Она ужасно не любит загущение. Почему? Потому что ягода очень обильная у нее. Она обильно плодоносища, эта грушенька. Ну, скажем, он, потому что это все-таки крыжовник. Поэтому я сейчас, вот тут у меня тот связан был. Почему связан? Ну, чтобы не распадался куст. Значит, я сейчас постараюсь, вот посмотрите, видите, что здесь делается. Ужасное. Много всего. Я сейчас, друзья мои, первым делом, конечно же, также вырежу молодые, которые лежат за куст к земле близко, обязательно. Они мне не нужны. Они мешают мне. И вообще выросло их очень много, мне этого не нужно. Я уже сказала, мне надо, чтобы было минимальное количество ягоды, но чтобы она была хорошая. Вот так. Вот, чтобы кустик все-таки... Так, это я молодые убираю сейчас пока. Давайте так. Так как я никого не учу, да, и не хочу никого учить, я просто покажу, что у меня получится, какие я вырезала ветки и что я сделала. Вот видите сейчас, какой куст загущенный, ужасно загущенный. Вот. Ну, первым делом я еще раз говорю, я уберу молодые, которые в середине куста и которые лежат сильно наружу куста. А буду оставлять только, которые растут вверх и чуть-чуть как бы вбок. Ну, не в середине куста. По краям буду оставлять ветки. В общем, давайте я вот покажу, что сейчас делается у меня в этом кусту, да. И что потом получится у меня. Вот. Чтобы не говорили, что я там кого-то учу, что я неправильно делаю. Ну, вот такой вот кустик. А потом покажу, что из него станет. Друзья мои, ну, обрезала я куст. При тщательном рассмотрении оказалось, что края веток, высоту, вот такие вот сухие вот упала. Сухие, то есть не жизнеспособные. Поэтому мне пришлось обрезать еще верхушки веток до живого. Вот до живой зеленой веточки, как видите, да. Иначе смысл-то какой, что оставлять сухую. Понятно, почему это произошло, не знаю. То ли из-за жары позасыхали ветки. Вот, не хватало влаги. То ли, не знаю почему. Ну, вот, что осталось от этого куста. Как видите, мало осталось. Вот. Ну, будем надеяться, что на следующий год погода нас начнет баловать. И у нас будет все нормально. Теперь вот у нас еще рядом кустик. Тоже, смотрю, здесь очень много веток, которые сухие, которые придется удалить. Вот, которые поломаны и куда-то смотрят. Вообще, видите, все сухое здесь, абсолютно сухое. Вот, поэтому придется много удалить, что оставить. Посмотрю, что оставлю. Видите, что делается. Это у меня называется инжи... Как же его? Финик. Это называется финик у меня. Вот видите, что творится. Вот какой куст какой-то, непонятно, что здесь у него. Вот как его обрезать. Вот сейчас обрежу и вам покажу, что останется. Видите, какое форменное безобразие куста. Надо привести его в порядок. Ну, вот обрежу, вам покажу, что останется. Ну, вот, друзья, посмотрите, что у меня осталось. Значит, все побеги, которые были загнуты вниз, я обрезала. Обрезала до вот таких живых веточек, да? Вот. Значит, эти веточки начнут расти вверх и будет замечательно. Вот кусту осталось вот достаточное количество. Из них одна молодая, вот видите, внизу самая молодая веточка. Я думаю, это хорошая веточка осталась. Вот таким вот образом получилось. А то все ветки у меня были загнуты куда-то. Этот кустик я в прошлом году вырастила, выписывала. И вот он вырос за год такой вот большой. Поэтому, конечно, он выглядел как форменное визобразие. Ну, а теперь мне нравится. Здесь вот, друзья, я пересаживала кустик молоденький. Этот выведен из черенка. Здесь очень много веток. Я его сейчас немножко как бы удалю лишние веточки, чтобы не было лишних, потому что это пересаженный, и он может сильно болеть весной. Потому что я уже вот так пересаживала, и они у меня сильно болели. Поэтому я сейчас, вот посмотрите, какой он у меня сейчас, да? Я сейчас оставлю минимальное количество здесь. Остальное все уберу. Пусть куст как бы укрепляется и растет. Это у меня тоже грушенька. Вот. Поэтому лишние веточки я сейчас повырезаю. Какие они мне здесь не нужны лишние. Вот. Чтобы кустик все-таки чувствовал себя хорошо. Пусть останется немножко веточек, но они будут как бы рентабельные. Вот эту, видите, вот это вот сухое я обязательно обрежу. И вот этот вот обрежу. Чтоб ушки рос вверх. Здесь вот тоже удалю лишнее. Так. Вот это вот вверх тоже уберем. Вот. Ну и, наверное, нет, тут пускай, наверное, остается. Вот этот молоденький уберем. Потому что они остальные все хорошие побеги, молоденькие. Вот этот лишний тоже уберем. Тут что-то вот таким образом. Друзья мои, я хочу сказать, грушенька очень урожайный сорт, очень урожайный. И если оставлять большое количество побегов, во-первых, будут мелкие. Так, вот этот вот край отрежем, не нужен он. Так. Что еще? Будут мелкие ягоды, это во-первых. Во-вторых, будет сильно загущенность большая и начнет портиться ягода из-за того, что не будет хватать ему питания. Ей питание. Вот все, что вниз лежит, мы все-таки уберем. Вот хватит. Здесь достаточно будет на следующий год вырастить сколько надо ее. Вот таким образом. Во! Получился замечательный кустик теперь. Здесь у нас. Тут еще ежевика сюда. Лезет. Вот так вот, друзья мои. Вот прекрасно. Все проветриваться будет теперь. Да? Вот таким вот получился аккуратненьким кустик. Замечательно, мне нравится. А вам? Продолжение следует. Продолжение следует...